Оно располагается как раз ниже линии плечевого сустава, параллельно позвоночному столбу, и локтевой отросточкой здесь у нас имеется. То есть в данной зоне оно располагается. Будущие зоотехники внимательно слушают своего преподавателя. Сегодняшняя тема практического занятия – способы диагностики здоровья животных. Впереди еще многому придется научиться. Кроме профилактики здоровья, в обязанности зоотехника входит отбор самых сильных особей, формирование полноценного рациона, контроль условий содержания скота, выделение новых пород и еще много других нужных для работы вещей. На эту специальность поступили люди, кто по-настоящему любит животных и хочет связать свою судьбу с работой в сельском хозяйстве. Я выбрала эту профессию, потому что мне нравится работать с животными. Мне это интересно. Проходя производственную практику, мы, безусловно, знакомимся уже, соответственно, с самим работодателем. Можем себя зарекомендовать как будущего специалиста, показать себя, показать все свои знания, умения. И, проходя практику, мы получаем новые какие-то навыки, учимся уже не по теории, а на деле. Будущих специалистов уже волнуют вопросы о дальнейшем трудоустройстве, о плате труда и жилье. Чтобы молодые специалисты, заинтересованные работать в сельском хозяйстве, услышали ответы на эти вопросы, в Иркутском государственном аграрном университете прошла встреча студентов с исполняющим обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области Ильёй Сумароковым. Он рассказал о перспективах развития аграрного комплекса и, конечно, о современном подходе к подготовке молодых специалистов, а также их поддержке в рамках госпрограммы. В первую очередь, это предоставление молодым специалистам, выпускникам высших и средних профессиональных образовательных организаций, получивших образование по востребованным в сельском хозяйстве специальностям и профессиям сельхозпроизводства, единовременные выплаты на обустройство в размере 300 тысяч рублей при трудоустройстве у товаропроизводителя, либо при создании фермерского хозяйства, главой которого является молодой специалист. В настоящее время в Иркутской области есть предприятия, которые могут составить конкуренцию любым передовым компаниям не только России, но и мира. На них внедряются новые технологии, увеличиваются объемы производства. Но для дальнейшего успеха и движения вперед необходимы молодые кадры. Ярослав Багрий, Сергей Коваленков. Новости сейчас.